Количество пожаров увеличилось на Камчатке. В чем причины и как себя уберечь? На эти и другие вопросы в эфире «Радио Камчатка» ответил начальник отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому району Максим Патрин. Сотрудник МЧС рассказал, что на полуострове увеличилось количество пожаров. У нас сейчас наблюдается рост пожаров по сравнению с прошлым годом. У нас сейчас действительно идут морозы, отопительный сезон в полном разгаре. То есть люди начинают эксплуатировать в большей степени печное отопление, электрооборудование, электрообогреватели и тому подобное. Что у нас в процессе происходит? Потом аварийный режим работы электрооборудования и возникают пожары. Из основных причин пожара сейчас больше всего в СНТ у нас происходит, потому что люди с каждым годом все чаще и чаще начинают проживать там круглосуточно. То есть больше сотов уже оживленных становится. И соответственно идет очень большая тенденция именно по печному отоплению. То есть неправильная установка и дальнейшем его эксплуатация печей. Ну и соответственно электрооборудование. То есть у каждого электрооборудования есть свой срок эксплуатации. Ну как правило люди начинают там максимально его использовать до предела. Сотрудник МЧС также рассказал, что при пожарах нередко гибнут люди. Так с начала этого года в Елизовском районе огонь забрал две жизни. Немалый важный момент такой, что в данных пожарах у нас граждане погибли. Они были в состоянии алкогольного пьемида по предварительной информации. Но опять же сейчас проводятся системы судебно-медицинские экспертизы и более точно уже будет позже известно. Ведущим и радиослушателям Максим Патрин напомнил о том, как уберечь себя и своих близких и не допустить пожаров. Самое главное это вообще вовремя делать получается обслуживание там печного оборудования. То есть чистить дымоходы печного оборудования. Электропроводку менять вовремя. И опять же, когда, допустим, идет замена или какие-то там ремонтные работы в доме с электропроводкой, то не нужно делать это самому. Нужно найти человека, кто действительно имеет познание, образование в данном направлении. Потому что зачастую люди, грубо говоря, скрутили и так пойдет, говорят. Ну а потом, соответственно, начинается вот эта причина пожара у нас происходить. Сотрудники МЧС часто проводят рейды в частных секторах или СНТ, раздают камчатцам памятки и напоминают о соблюдении требований пожарной безопасности. Чтобы по вопросу обезопасить, допустим, свое жилье от пожара, сейчас много очень разных у нас есть самосрабатывающих огнетушителей, то есть устройств, которые могут на первоначальных стадиях возникновения пожара нам помочь. Максим Патрин рассказал, что случаются пожары и из-за детских шалостей. Дети, они, сами понимаете, непредсказуемые, то есть они не дают отчет своим действиям. Там взяли зажигалочку, там спичку, там и так далее. Особенно, когда вот пожароопасный период у нас начинается по весне, вот, сухая трава, то есть, ну, сами понимаете, там какой-нибудь гараж, грубо говоря, он заросший травой. Дети там подожгли какую-нибудь там травинку, там и так далее, и, соответственно, все уже перекинулось на гараж и так далее. Да, и неосторожное обращение с огнем тоже также у нас есть. То есть, это люди делают такие домашние дела, там, болгаркой там работают, каким-то электрооборудованием, которое там искры, ну, производит, вот, сварочные аппараты. И, соответственно, да, то есть, они, надо все очистить территорию для того, чтобы начать какие-то работы производить. Вот, ну, и, соответственно, табачные изделия тоже один из часто встречающихся таких причин пожара. То есть, люди засыпают в состоянии алкогольного пенения с сигаретами, бросят просто окурок в какую-нибудь ту же траву, допустим, сухую, или там в пепельницу, которая там уголек выпал, ну, в последующем, там, на какую-нибудь там бумагу, газету и так далее. Тем, кто сжигает траву на своем земельном участке, чтобы подготовиться к сезону, сотрудник МЧС рассказал, как правильно это делать. Нельзя это делать в ветреную погоду, нельзя это делать там возле строений, там, на определенном расстоянии. Также, вот, если, допустим, бочки сжигать, нужно соблюдать требования такие, как вокруг территории должна быть очищена, то есть, никаких строений, я уже не повторюсь, и должны быть первичные средства тушения. Хотя бы, там, какие-нибудь ведра воды там рядом стоять, то есть, чтобы на начальных стадиях также, ну, грубо говоря, все это затушить. Полную видеоверсию эфира с сотрудником МЧС можно посмотреть на YouTube-канале МассМедиа Камчатка. Продолжение следует...